Добрый день, все верно, это программа «Особое мнение», у микрофона Владимир Сметанин, напротив меня Анатолий Чурин, депутат УЗС, руководитель областной системы образования с 1988 по 2015 годы, заслуженный учитель России Анатолий Михайлович, здравствуйте. Добрый день. С приближающимся первым сентября вас, собственно. Спасибо, спасибо. Мы в основном к этому приурочили нашу встречу. Вы, уважаемые слушатели, можете уже участвовать в нашем разговоре. Специальная форма на сайте echakirova.ru. Заходите, задавайте вопрос гостю особого мнения. Ну и кроме того, впоследствии вы можете не только слышать, слушать, видеть, но и читать особое мнение. Расшифровка доступна на сайте echakirova.ru. Знаете, Анатолий Михайлович, у молодого известного кировского историка Антона Касанова есть очень интересный проект. Он для «Про-города» делает подборку самых заметных новостей, которые выходили ровно 20 лет назад, сейчас получается, в 1998 году. Вот смотрите из очередной подборки, что можно узнать. К примеру, 26 августа 1998 года в нашем городе прошла городская профсоюзная конференция учителей. Вы работали тогда активно, да? Увы, но перед началом учебного года разговоры на ней шли в основном о хроническом безденежье, о затерявшихся детских пособиях, о книгоиздательских компенсациях, о невнимании правительства к проблемам народного образования обсуждался. Долг по зарплате перед педагогами 73 миллиона рублей. На 1 сентября 12 школ были не готовы, нет, не были не готовы, они собирались бастовать, игнорировать начало нового учебного года, в том числе два детских садика хотели присоединиться к этой акции. Озвучивалась проблема нехватки педагогов в кировских школах. Для примера тут 27 учителей иностранных языков не хватает, 13 физруков, 11 трудовиков. Когда было сложнее, на ваш взгляд, 20 лет назад с теми образованиями? Или сейчас? Если вспоминать, то в 1996 году впервые в Киевской области не выдали заработную плату учителям перед началом учебного года. Вот тогда это было очень сложно. А вообще-то мы рассчитались по долгам с учителями, по заработной плате только в 2004 году. То есть получается, вот 8 лет учительский коллектив Лихрадево, поскольку зарплату уже бывали нестабильно, и долг по некоторым районам достигал 4-х, а иногда даже до 6-ти месяцев. И дело доходило, конечно, до такого курьезного. Я никак не могу забыть пример, который мне рассказывали по Орловскому району. Администрация района с учителями рассчиталась... Продукцией какой? Навозом. Навозом? Да. Машины навоза привезли, вывалили, и, пожалуйста, вот часть зарплаты тебе уже доставлены. Но при усадебной участке они спасали в то время, да? Ну, понятно. То есть это надо, как бы, да, но ведь вот на эти вещи ничего не сделаешь. А приезжая к учителям, всегда понимаю, что учителям надо собрать детей в школу, надо, так сказать, помочь тем, кто учится в вузах и так далее. Это, конечно... И это так просто не достанешь, что это нужно платить. Поэтому, конечно, если сравнивать сегодняшний день и тот вот период, который 20 лет назад, там было все сложнее, конечно, на самом деле сложнее. Но я, вот, пользуясь случаем, конечно, хотел бы поздравить тех учителей, которые, может быть, слушают, и те, кто работал в тот период, они, конечно, во всех отношениях молодцы, поскольку именно на их плечи легла вся тягота вот того периода. И они не просто не растерялись, они сумели сохранить школу, они дали хорошее образование своим детям. Так что это героические люди, которых мы, к сожалению, пока мало чем можем порадовать. Но ведь это вообще известно, да, эта ситуация, в том числе с невыплатной заработной платой. Многих педагогов подкосило, многие как раз в то время завязали, да? Да. Ну, завязали, уж извините, используя такой термин. Многие ушли, и ведь я не скрою, так сказать, это не тайна какая-то. На рынке было очень много учителей в тот период, и они ушли. На рынке в прямом и в переносном смысле. Да, в прямом и в переносном смысле. Да, да. Так что вот этот период был такой, действительно, непростой. А что скажете вот сейчас родителям, ученикам, которые готовятся к первому сентября? Вот, по моим ощущениям, это очень непростое, нервозное дело собрать сейчас ребенка в школу в первый раз. Просто вот мы общаемся тоже с друзьями, с коллегами. Один называет там одну сумму, столько-то надо вот разово потратить, да, на форму, на обландирование и так далее. И вот какое-то ощущение неизвестности, тревоги, что же будет дальше происходить. И мы знаем, что каждый год в системе образования какие-то новшества внедряются. И вот люди очень с большой тревогой все это воспринимают. Посоветуйте, как профессионал, как человек, когда очень много десятков лет. Понимаете, мы тоже вспоминали недавно, в семье мы сидели, как в наше время мы готовились в школе. Знаете, было все очень достаточно просто, в каком отношении просто. Мы приходили в магазин, покупали учебники, причем по копеечным ценам. Никаких проблем здесь не было. Учебники новенькие, каждый раз, так сказать, без всякого, без всяких трудностей. Покупали школьные... Причем их немного было, не разовало учебников, а вот четко знаешь, не такого класса, вот такой учебник. Знали математику для такого-то класса, физику для такого и так далее. Покупали школьную форму, которая была доступна всем. И государство, так сказать, все эти субсидировало товары детские. Поэтому собрать ребенка в то время в школу было не таким уж сложным делом. И проблем, собственно говоря, я не думаю, что возникало у очень многих семей. Сегодня, конечно, стало очень сложно. Сегодня стало сложно, потому что государство ушло от субсидирования детских товаров. А товары детские сегодня дороже, чем для взрослых. И поэтому купить ребенку простую, даже школьную какую-то форму, купить одежду, обувь, это достаточно сложно. А еще, так сказать, нужно купить ранец, купить письменную принадлежность и так далее, и так далее. Конечно, учебниками сегодня государство обязано снабжать, но, к сожалению, тоже ведь не все так просто. Вот я прочитал, что тут правительство выделило 30 миллионов рублей. Но это... На закупку учебников? Да, на закупку учебников. Поверьте, что это очень мало. И явно, что, хотя и отчитались, что все учебники и во всех школах будут бесплатными и полностью, в полном. Но это очень, так сказать, мне кажется, такая поверхность, поверхностный взгляд. С другой стороны, вот это, скажу, вольница по отношению к учебникам, когда на один и тот же предмет выпускается масса учебников, несколько линий, причем они достаточно сырые, эти учебники. И, конечно же, это все очень непросто. Поэтому, вот на мой взгляд, надо бы в первую очередь что сделать, это то, чтобы как-то упорядочить эту систему с учебниками. Чтобы учебники, во-первых, были очень высокого качества, во-вторых, не надо так много, нужно разумно подходить. Зачем до десятка разных вариантов? Нужно иметь два, но, может быть, три варианта для разных вариантов. А кто выбирает, на ваш взгляд? Кто должен выбирать? По закону сегодня выбирает школа. Школа, учитель, педагог, предметник. Ну, учитель, вот мы когда-то занимались этим вопросом, кто выбирает? Школа или учитель? Не учитель, а школа именно. Потому что, если учитель выбирает, то получается такая картинка. Я столкнулся с такой картинкой в Мурашинском районе. Приезжаю, уже начался учебный год. Это давно было? Это понятно, что было, так сказать, это в начале 2000-х. Приезжаю, стоит в библиотеке целых несколько полок с новыми учебниками. Зная о том, как достаются эти учебники, не хватает денег, спрашиваю, почему учебники стоят? Слушайте, откуда вы спросили? Да, нет, ну, откуда, понятно, они взяли. Но почему не стоят сегодня, не розданы? А объясняет так директор, что учительница, которая работала на этих классах, она заказала учебники, а сейчас она уволилась. Вот другой учитель пришел. Она заказывала под себя литературу. Да, то есть, поэтому опасно под себя заказывать. Она должна, и любой учитель должен сказать, под школу. Школа берет определенную линию учебников и работает с этой линией. А нельзя так, что учитель захотел, взял и заказал себе учебники. Это опасно. Поэтому вот не надо пускать таких вещей. И поэтому вот эта ситуация с учебниками, она, конечно, напрягает, соответственно, и родителей. Но я бы думал, что в преддверии учебного года, наверное, надо сказать и о том, что, конечно, очень многое будет зависеть от того, как родители будут работать в школе, и как школа будет работать в школе. Что вы имеете в виду? Ну, то есть, нельзя сегодня только надеяться на то, что школа все сделает без родителей, как и родители без школы. Поэтому я всегда говорил и считаю, что это было бы правильно. Школа должна всегда искать в родителях своих союзников, ближайших союзников, всячески помогать родителям, не просто отталкивать. К сожалению, сегодня все как-то стало не на свои места. Сегодня родители, приходя в школу, должны пойти в унизительную процедуру, пройти через эти все ограждения. И зачастую даже и попасть-то трудно бывает к директору или к учителю. Раньше ведь было, вы знаете, как мы учились с вами, никаких проблем не было. Приходи в школу, доступность тебе была обеспечена в любую точку. А сегодня этого нельзя. Поэтому надо как-то подумать, не отталкивать родителей. Другой родитель, может, в следующий раз уже и не придет в школу, потому что зачем ходить, когда тебя охранить не пускают. Так что в этой ситуации очень важно, так сказать. Хотя, правда, есть новые сейчас формы, там электронные дневники, электронные журналы, электронные всякие учебники. Ну, мы работали с электронными учебниками, кстати. Когда это начиналось с Кировской области, первый опыт. Где-то примерно между седьмым, там, десятым годом, вот так, 2007-2010. И эти электронные учебники, так сказать, специально закупали. И у нас занимался очень активно экономикой правой лицей. В принципе, вещь нужная, но она не заменяет учебника бумажным. Учебник бумажный должен быть на каждом столе обязательно. Хотя, так сказать, рядом может лежать электронный учебник. Бумажный должен быть. Но, с другой стороны... Для чего должен быть? Ученик должен работать с... Молодой поколений, наверное, сейчас не поймёт. С книжкой должен работать ученик. В любом случае, это важно очень. С другой стороны, понимаете, те электронные учебники, которые были в тот период, может быть, сейчас они по-другому, так сказать, уже стали качественными, они, конечно, были достаточно неудачными. То есть, нужно, если... Вот, в идее, по идее, ведь как? Вот, ученику купили планшет, в этот планшет закачали все учебники с 1 по 11 класс, и всё. Но у нас стабильности нет, учебники меняются. Поэтому, вот... Так что мешает закачать другой учебник? Ничего не мешает. Это же гаджет. Снова, значит, учебник надо. Но, вот именно, если все знают, что будем работать по этим учебникам с 1 по 11 класс, это проще. А если эти учебники будут меняться, то я сегодня закачал один, завтра другой, и в итоге у меня полная голодящая харда начинается. Так что тут есть вопросы. Ну и качество. Ведь сегодня, используя электронные вот эти все возможности, мы могли бы такой урок сделать, загляденье. Я один раз был на уроке в одном из наших школ, и учительница прекрасна, используя вот эти самые новые современные... Проекты. Проекты, там электронное всё. Даже до того, они изучали там, по-моему, как плавят сталь, они побывали ученики, как плавится сталь в Челябинске, на каком-то там большом металлургическом комбинате, прямо в цеху, у Мартеновской печи. Это всё своими глазами. Это вот до сих пор у меня, у взрослого человека, осталось памяти. У ребёнка, наверное, тоже. Поэтому, конечно... То есть вы это как положительный пример приводите? Конечно, конечно. Это очень важно. Подача материала. Да, и поэтому, если учитель владеет этими всеми, так сказать, вещами, это золотой учитель всего. Его надо всячески поддерживать. И я вот порадовался, что продолжили вот эту работу по Центру дистанционного образования. У нас был он создан в своё время, мы его, так сказать, развивали всячески. А сейчас, в связи с тем, что якобы заявлена на правительственном уровне вот цифровая школа, его сделают сегодня как бы куратором всей той работы, которая будет проводиться, я думаю, что у них получится это всё. И это очень здорово. Анатолий Чурин, в гостях программы «Особое мнение». У нас небольшая пауза сейчас, мы продолжим через полминут. Да, Анатолий Чурин, забота от УЗС, руководитель областной системы образования с 1988 по 2015 годы, заслуженный учитель РФ. Анатолий Михайлович, должно ли как-то жёстко, более чётко государство у нас всё-таки проблему с учебниками, тему учебников контролировать? Я вспоминаю просто недавно заявление министра образования и высшей науки, да? Простите, высшая школа, нет, Ольга Васильевна имею в виду. Она министр просвещения сегодня Российской Федерации. Министерство науки и высшего образования, вот так оно сейчас называется. А ещё министерство просвещения есть? Нет, это два министерства разных. Министерство просвещения, это вот как раз Ольга Васильевна, министр. А. Она как раз заявляла по учебникам. Мол, треть учебников госэкспертизу не прошли. Госэкспертизу не прошли, но это, в общем-то, каждый год такая ситуация, там идёт борьба. Во-первых, надо понимать, что это огромный бизнес. Но это чисто коммерческое. Да, это чисто коммерческое. Они работают, так сказать, с государством, государством платят огромные деньги. Сегодня зачастую эти учебники, так сказать, действительно пишутся случайными людьми, под, не знаю, так сказать, под какие-то свои интересы. Поэтому... Заработать? Естественно, нужно, чтобы государство очень активно влияло на эту политику. Я тут согласен с вами. Если этого не будет, то вот этот такой беспредел, он и продолжаться будет. А возврат в советской системе? Один предмет, один учебник на всю страну. Вот тебе, единое образовательное пространство. Я бы не против, так сказать, того, что если бы действительно были такие учебники, которые можно было бы использовать в течение долгих лет, как было в советской школе, ведь никто от этого не пострадал, кстати. И затраты государства от этого, насколько меньше. Но у нас же сегодня вот есть... Но с другой стороны, а как же плюрализм? Да, как плюрализм, разные точки зрения, все это. Это же все, тут игра слов. Мне кажется, мы больше себя затягиваем в какую-то такую... Денег у нас не хватает, но тем не менее, мы богаты, мы кидываем огромные, колоссальные суммы на эти вещи. То есть тут много можно говорить, но по идее, стремиться к тому, чтобы ограничить этот список и ограничить количество коллективов, которые могут работать с учебниками, это, конечно, мне кажется, задача государства. Если это будет сделано, то во благо. В продолжении темы взаимоотношения родителей и школы, я как-то несколько лет назад еще спросил своего знакомого, у него ребенок пошел в первый класс как раз, и он ходил на первое родительское собрание. Потом я у него спросил, слушай, скажи, ну как там прошло, интересовался. Он одной фразой, ничего, денег хотели, ничего. Надо то купить, надо это купить. Вот это, конечно, это очень обидно. Когда отношения со школой превращаются вот такие чисто. Дайте денег. Дайте денег, дайте денег родителей. Хотя, в принципе, государство доказывает, что зачем эти деньги, все должно быть, так сказать, в пределах. Но, тем не менее, каждый, допустим, классный руководитель, директор школы хотел бы, чтобы его дети побольше увидели, побольше поездили. Ведь раньше мы постоянно по-то ездили, по стране ездили, в летний период, в каникулярный период, в каникулярный период. А сегодня, к сожалению, тут, ну, тоже ездят, наверное, все ездят за деньги, за родительские. Поэтому тут очень непросто. И вот это, это очень такая тонкая вещь, когда некоторые не говорят так, я сам принесу и скажу, вот это от меня, вот ваш там общественный фонд и так далее, школьный фонд. Классный фонд. Другие, к сожалению, этого сделать не могут прийти и сказать, что я тут нет таких возможностей. Есть такие, кто может, но строго убежден, что у нас в Конституции написано, что у нас общее образование бесплатно, и я ничего не понесу. Да, и такие есть тоже самое. Поэтому тут очень непросто все это решается, и вот это все зависит от мастерства и учителя, классного, курителя, конечно, директора. Я считаю, что при любых обстоятельствах никто не может навязывать свое видение того, как быть родителю в данной конкретной ситуации. То есть родитель должен решать сам. Может, может, не может. Значит, никаких претензий к нему быть не может. Тем более это экстракулироваться на ребенка, но это уже последнее самое. Ну да, да. Сегодня у нас буквально час назад в гостях была Лариса Анатольевна Копусова, ваша хорошая знакомая, коллега за главой администрации. В частности, мы говорили про 26-ю школу. В Орвенцево она впервые распахнет свои двери. 1 сентября там набрано 6 первых классов. Хорошо. 6 первых классов. И вообще по городу ходят слухи, что бум сейчас, да, в рождаемости дети пошли в первые классы. Лариса Анатольевна сказала, максимум 7 у нас параллелей будет. И думает, это же какая закруженность. Педагогов. Или это мы уже все проходили, все нормально, как бы, системы отстроены. Тут не видите никакого вопроса. Причем пусть 7 классов параллелей. Это очень интересно. Нужно, чтобы учитель был в этих классах, в каждом классе был учителем, чтобы они не работали не на 2 класса, а каждый ввел свой коллектив. Вот это очень важно. Поэтому я считаю, что мы можем, так сказать, добиться очень хороших результатов, если будут такие же учителя, которые работали и работают до сих пор. Что касается, собственно, да, учителейца, не секрет, и чиновники об этом говорят. Учителя начальных классов у нас составляют дефицит. Собственно, да, по информации, озвученной Департаментом образования города Кирова, 150, у нас был недобор педагогов, и в том числе, в первую очередь, учителя начальных классов. Вот как раз Лариса Анатольевна говорила, что цифра эта подуменьшилась существенно перед первым сентября. Люди приходят, люди хотят работать с учителями, и есть профориентрационная работа, будут набираться педагогические классы. В этом году новые направления работы, когда девчонки, в первую очередь, будут агитироваться за то, чтобы... Не только девочки, но и мальчишки. Конечно, без мужчин в школе нельзя, невозможно. Конечно. Мужское и женское начало должно как-то присутствовать сбалансированно. Ну так вот, по поводу нехватки педагогов, на ваш взгляд, остро очень, вот прям вот эти 150 человек. Понимаете, мы на протяжении уже долгих лет говорим о том, что эта проблема уже, как раз, не только назрела, она уже перезрела, она вот упадет. И, собственно говоря, движений к тому, чтобы изменить ситуацию, пока, по сути дела, мало заметно. А что бы должно происходить? А что бы должно происходить? Вот я все время перед глазами, у меня пример тех государств, которые сегодня в лидерах. А это, прежде всего, страны Юго-Восточной Азии, это Финляндия. Так вот, финны не просто, не просто, как бы так сказать, набирают в педагогические вузы молодежь, они отбирают, причем у них такой очень строгий образ, не просто конкурс, а отбор. Они выставляют целое требование, то есть, вот, это понятно должно быть. Молодой человек, который идет в школу, он должен знать, неплохо знать, а может быть даже очень хорошо, русский язык раз, родной язык, математику два. Вот без знания этих двух предметов в школе делать, собственно говоря, нечего. Надо их знать и понимать. Вот, затем... Считать и писать лучше. Да, да, считать и писать. Это очень важно, кстати, мыслить соответствующим образом. Ну, и дальше отбор идет, после школы отбирают тех, кто лучше. Вот, всего приглашают в вузы в Финляндии, например, одного из десяти выпускников, занявших первые... На педагогическую специальность. На педагогическую специальность. Занявших первые вот эти места в рейтинге, в классе одного из десяти. То есть, затем идет в вуз... Затем еще отбор идет в вузе в самом, там экзамены идут, и только после этого, так сказать, они попадают учиться на учителя, на педагога. Но, после окончания вуза, в течение трех лет, директор школы имеет право, если молодой специалист приходит и не показывает то, что он должен делать, его без всякого, без всяких, так сказать, ну, формальности, и просто уволняет их все, и с ним развиваться контракт. Что-то мне подсказывает, что-то редко, наверное, происходит. Ну, почему редко? Потому что сквозь годы пройти такой отбор... Ну, и что и бывает. И решив, и твердо уяснив себе, что ты будущий педагог. И у человека не получилось. Но у них такое право есть. Я не знаю, как они пользуются, но право есть такое. И тогда финские учителя вот стали сегодня одним из лучших в мире. И это то же самое. И у нас ведь в свое время так же было. Мы тоже отбирали вот эти педагогические классы. Это не что иное, как отбор, ведь только форма у нас другая. У нас было... Это прежний опыт. Да, эта школа была молодого учителя в Кировском педагогическом институте. Там тоже, так сказать, набирали большое количество ребят. С ними в течение года занимались. Из них лучше отбирали. Вот сейчас я услышал разговор, когда сдавали даже экзамены. Только после этого им давали как-то бланч на поступление. То есть, все это было. Это все было и должно быть. И сегодня, может быть, формы могут быть, какие-то другие и иные. Но, по сути дела, мы должны отбирать лучших из лучших. Тогда, если будет хороший учитель, значит, будет хорошая школа. Не будет учителя, извините, ничего не получится. Так что вот здесь... Ну, а, конечно, возникает сразу вопрос. А где их хорошие взять, если, так сказать, сегодня в условиях школы молодежь, она не заинтересована там работать, потому что низкая заработная плата, условий нет никаких, продвижения и так далее. Поэтому надо, конечно, стремиться к тому, чтобы государство все же озаботилось вот этой проблемой и, наконец-то, решили вещи. Вот сегодня у нас даже здесь, в Кировской области, посмотрите, что происходит. Мы с ноября месяца вместе с профсоюзами решали вопрос о том, чтобы повысить ставку учителя нашей в Кировской области. Ставка была 6700 рублей. С 1 мая... Это фиксировано? Фиксировано, да. Это вот без доплат, без всего, 6700. Ну, от этой ставки все, как бы, соответственно, оно получилось. Но сегодня, с 1 мая, уже минималка стала 11 163 рубля. Получалось, что учитель получает меньше минимума. это уже не так, как все ниже, собственно, ну да, ниже нижнего предела, как говорится, да. Это унизительно, конечно. И меня, конечно, поразило больше всего, что вместо того, чтобы нам помогать, нас поддерживать, при очень большой заинтересованности губернатора, министерство наше вообще опустило руки, ничего не сделало. И я вот просто-напросто могу сказать сегодня на всю область, что 8 месяцев мы решали этот вопрос, и самое последнее, буквально, дни июня месяца этот вопрос решился. То есть нужно было подготовить соответствующий документ. Но и тоже сделали, что? что мы добивались того, чтобы за оплату классного руководства, оплату проверки тетради и так другие-другие там доплаты, они были фиксированными. Сегодня, тем не менее, министерство протащило такую формулировку там до 15%, до 10%, до 5%. То есть опять на усмотрение опять кого? Директора школы, то есть директор может установить там до 15%, до 10%. А почему не 15? Вот тогда. И поэтому это тоже несправедливо. Должны быть мы понимать, если мы проверяем тетради, то мы должны проверять все их качественно и единая оплата для всех. Почему? То есть вот это сегодня задача. Сегодня вот стоит вопрос о том, чтобы нужно решать вопрос с детскими садами. Там ставка вообще просто называть не хочется даже. И ставка преподавателей в техникумах. Она 4 тысячи с чем-то рублей всего. Ну, как можно? Надо решать этот вопрос быстро. Сейчас формируется бюджет. Нужно, собственно говоря, готовить все расчеты, запрашивать соответствующие средства. Это задача министерства. Это не чья-нибудь задача. Они должны пробивать, ходить, добиваться. Потому что за спиной министерства стоят тысячи и тысячи коллективов. И они, эти коллективы, ждут поддержки. Они просто, так сказать, отмахиваются от этих проблем. Нет денег, мы не можем и так далее. Это не серьезный разговор. Ну, и все-таки с 1 сентября фиксированные части у нас переравнены. 11 163 рубля. Плюс, значит, все эти доплаты. Значит, и я думаю, что средняя заработная плата, она где-то там министерство финансов добавило средств. И в любом случае... В областном бюджете. Да, в областном бюджете. В любом случае заработная плата немножечко подрастет. Ну, говорят, там где-то процентов 6-7, не больше. То есть, это хотя бы какой-то шаг, но вперед. Останавливаться нельзя ни в коем случае. И надо двигаться и добиваться решать эти вопросы. Раньше, когда вот зарплату не выплачивали, я помню, мы посылали шифрованные телеграммы на президента, лишь бы только, так сказать... Шифрованные по защищенным каналам связи. Да, по защищенным каналам и все прочее. Так что, эти вопросы должны решаться смело. Кстати, Анатолий Михайлович, на Ваш взгляд, адекватная зарплата учителя сейчас в Кировской области по официальным данным она порядка 25 тысяч рублей в месяц. А вот Вы считаете, какая сумма была бы? Адекватная зарплата приемлемая. Вот сейчас не меньше 40 тысяч рублей. Не менее 40. Это в среднем? Ну, как в среднем. Или чтобы каждый получил. Это каждый не менее 40 учить нужно получать. А в среднем она может быть гораздо больше. Но если мы сегодня видим, что в Москве на 80-90 тысяч средняя зарплата, ну, хорошо, у нас сегодня другая ситуация. И в том числе Вы имеете в виду молодых педагогов? Конечно. Пришел в школу кончая не менее 40 тысяч. Поэтому мы добивались вот при этих всех разборках, добивались чего? Чтоб ставка молодого человека, который пришел работать в школу, была сразу же не менее там 15-16 тысяч рублей. То есть от этой ставки он должен что-то иметь. А иначе он голый придет. Ну что, у него ничего нет. Поэтому здесь очень серьезный вопрос. Поэтому мы рады, что все же эта подвижка произошла. Теперь нужно добиваться уравнять все проблемы с детскими садами. Давайте сейчас о дальнейших шагах мы уже по, собственно, довольствию денежному педагогу мы говорим после небольшой рекламы. Анатолий Чурин, депутат УЗС, руководитель областной системы образования. На протяжении почти 30 лет заслуженный учитель России. Вернемся очень скоро. Особое мнение Анатолия Чурина. Мы продолжаем. Итак, Анатолий Михайлович, что дальше? Вот приравняли фиксированную часть учительской зарплаты КМРОД. Что дальше, на Ваш взгляд, должно происходить? На мой взгляд, дальше мы должны подтянуть заработную плату всех дошкольников, тех, кто работает у нас в техникумах, и двигаться дальше. Вообще задача состоит в одном. Сегодня, если уж говорить в целом, та система, которая сложилась с заработной платой, когда каждый регион, по сути дела, имеет собственную заработную плату, потолок этой заработной платы, ну вот у нас где-то 24 тысячи рублей, грубо говоря, то в прошлом году еще, нет, еще в 16-м году правительственная комиссия вместе с профсоюзами решили, что нужно, чтобы оклад, то есть постоянная часть заработной платы была не менее 70% от общей заработной платы. То есть, если вот 24 тысячи, 70% это где-то порядка ну 16 тысяч как раз получается, да? То есть, это должен быть постоянный оклад. Все остальное идти на доплаты, стимулирование труда учителя, поддержка его. Вот, и поэтому надо наращивать, конечно, среднюю заработную плату и подтягивать оклад учителя, чтобы от этого оклада у него дальше нарастала в целом его конкретная заработная плата. То есть, вот к этому надо стремиться сегодня. И я думаю, что тут без участия нашего государства... Причем как можно быстрее. Да, причем как можно быстрее. Причем надо, чтобы здесь очень активную роль сыграло само государство. То есть регионы сегодня, они не имеют... Не все, конечно, могут быть регионы. Я говорю только вот конкретно, если опираясь на свою область. То здесь денег искать сложно. Но надо, чтобы здесь федерация помогала, поддерживала и подставляла плечо в этом очень непростом вопросе. Если это будет сделано, то тогда постепенно можно решать и другие вопросы. Пока этого нет, значит, тут ведь много вопросов. Тут надо решать вопрос с жильем для учителя. Нужно давать льготную ипотеку сегодня и так далее, и так далее. То есть одно тянет за другую. Но пока нет заработной платы, никакой ипотеки, там ничего... Чем платить-то, собственно, да? Да, честно. Поэтому разговоров никаких не может быть. И молодой человек, который понимает, что придя в школу у него будущего по-своему делу не предвидится, он, конечно, подумал 10 раз прежде, чем перширнёт порог учительства. Конечно, да, несмотря на это, всё равно есть энтузиосы. Есть, конечно. И в основном, понимаете... С учительских семей, когда есть династия в учительских... И вот как показывают все исследования, она заработная плата не самое главное условие. Не самое главное. Самое главное условие для учителя это постоянно совершенствовать уровень своей квалификации. Вот это самое главное. Если учитель чувствует себя квалифицированным, востребованным, это для него важнее, пожалуй, даже чем, как бы так сказать, иметь сегодня какой-то потолок заработной платы. Но ведь это тоже без этого не обойтись. Поэтому тут нельзя противопоставлять две вещи. Но я понимаю учительскую преграду, когда ты готов, ты идёшь ребятам, отдаёшь всё, что ты имеешь. Это очень важно. Кстати, система повышения квалификации педагогических кадров, она у нас работает в области. По-прежнему, как вы оцениваете её? Очень сложно оценивать. Есть институт. Есть... Там сколько? Раз в пять лет, да, должны? Раз в пять лет повышается квалификация. Учителя должны проходить, собственно. Повышение квалификации должно проходить, и так далее, и так далее. То есть, но вместе с этим и должен рост быть, то есть, учитель должен получать какое-то профессиональное, так сказать, профессиональное признание, то есть, это должно закрепляться, вот раньше был учитель-методист. Да. Это получал человек уже такой, значит, очень серьёзно подготовленный. Ему за это, соответственно, следовала доплата, и так далее, и так далее. То есть, и сейчас эти есть вещи. старший учитель, учитель первой категории и так далее, высшей категории, первой и высшей категории, но, к сожалению, в оплате труда это сказывается не очень заметно, а надо бы наоборот. То есть люди задаются вопросом, а для чего все это, если я, собственно, вытекусь, ничего не получаю. Я стараюсь, да, кроме своего удовлетворения личного, я остальное, как бы, так сказать, особо не вижу. Да, что касается методической работы, методических центров создания в области, о которых вы часто говорите. Их надо создавать, но, к сожалению, я не знаю сейчас. Это все как-то идут разговоры, но, по крайней мере, такого реального я пока не знаю. Вкратце озвучьте планы, что вы предлагаете, еще раз вы говорили об этом, но еще раз напомните. Но здесь связано все с управлением. У нас в области была система управления по округам, то есть было 8 образовательных округов, в каждом образовательном округе было управление как подразделение департамента. И то есть департамент как бы пришел, вот он не здесь сидит, вот в области, в областном центре, он пришел на место. И все вопросы уполномочены решать вот это управление округом. И мы предлагали и говорили о том, что давайте мы сразу же двинем туда и методическую службу. Те методические кабинеты, которые существуют в районах сегодня, они не в состоянии сегодня справиться с тем объемом задач, которые сегодня должны они решать. Потому что в этих методических кабинетах 1, 2, 3, ну несколько еще больше специалистов. А нужно, чтобы были предметники, методисты по каждому, так сказать, предмету, по каждой предметной области. Вот тогда они вправе будут и могут решать эти вопросы, помогая учителям передавать тот опыт, который они аккумулируют. То есть что, дополнительные ставки должны выделяться? Да, дополнительных ставок не надо, потому что надо просто переформатировать всю эту службу, уйти от этих районных методических кабинетов, создать методические центры при округах, которых осталось сегодня всем, к сожалению, непонятно почему. Какой ликвидировали? Городской, центральный, извините. Центральный? Да, ликвидировали. И вот это самое. И все это станет на свои места сразу же. Потому что растет количество государственных школ. С ними тоже ведь надо работать. Это ведь это не просто так вот декларировать что-то. Надо постоянно поддерживать тесные очень взаимоотношения. Ну, государственные школы, мы имеем в виду школы, находящиеся в областном подчинении непосредственно, да? Да, да, да. И с 1 сентября вот у них еще это пополнится, список этих школ? Да, еще эти школ пополнится. Нет, не с 1, по-моему, сентября. Я, по-моему, пропустил. Ну, вот я тоже эту информацию видел несколько месяцев назад. Ну, да, там они двигают дальше, но пока, так сказать, количество вот с 1 января их стало на 29 больше, было 16, стало на 29 больше. А сейчас, я не знаю, наверное, с нового года, они хотят с финансового года. Поэтому тут пойдет, как это работает. Две минуты остается, Анатолий Михайлович. Вот опять же, вернуться хотел к словам министра Ольги Васильевой о приоритетных задачах российского образования. Я прочитал и что-то как-то резонуло, знаете ли. Создать систему образования, достойную войти в десятку лучших в мире. Вот сейчас разработается, так называем, национальный план развития образования России. Национальный план. Вот надо будет посмотреть, что планируется. Это на основе указов президента? Ну да, вот этого майского указа. Если ничего не будет предпринято в отношении учительства, вот вся история образования, вся история школы, она свидетельствует о том, что самая главная фигура, это, конечно, учитель. Каков учитель, такова и школа, таково образование. Если ничего к этому, не приложить никаких усилий, ничего не поменяешь. Поэтому надо сегодня сосредоточить все усилия для того, чтобы изменить положение учительства, готовить учителей на самом высшем уровне и освободить школьников от разного рода наносных программ, всякого ненужного хлама, который натащили в последние годы. Ученик должен быть не перегружен, а разгружен для того, чтобы изучать то, что потребуется в жизни. И они всякую ненавистью билиберутую. Ну, согласитесь, помятуя о прошлых временах, в десятку лучших, это как-то вот... Это очень скромно, это очень, так сказать, как-то так, это отступить сразу неизвестно куда. Простите, да. Как говорили в свое время, не орел ты. Не орел ты. Так и здесь вот получается. Да, простите, еще как историк-историка, историю надо возвращать в качестве обязательного, то есть надо вводить в качестве обязательного предмета в ЕГЭ. Планы у нас на 20-й год такие есть. Я думаю, что нужно отказаться от иностранного языка, а ввести другие предметы, в том числе я бы не против был истории. Потому что историю нужно знать, ее нужно понимать, ее чувствовать надо, а сегодня это просто... Ну, еще раз повторюсь, планы в 2020 году у нас включить в программу ЕГЭ как раз и историю в качестве обязательного экзамена наряду с русским и математикой. Ну, сейчас они готовятся, эти все новые стандарты общего образования, посмотрим, что будет. Вот на ваш взгляд, все-таки, последний вопрос успеваю задавать. То, с чего начинал, да, я говорю, у нас все время какие-то новшества, новшества с началом учебного года. Когда мы вот устаканимся, то уже... Понимаете, приходит новый министр и ищет что-то новое. А я бы на месте вот этого нового министра посмотрела, что было для меня и что работает. То есть надо провести большую-большую ревизию. Госпожа Васильева человек-то ведь опытный, поработал. Историк, кстати, тоже. Ну, что она ведь не работала, так сказать, в образовании, там, так, с низовых структур. Надо бы изучить вообще, что работает. Ведь за эти годы 30 лет. Напринимали столько всего, что уже надо от чего-то освобождаться. Поэтому надо бы провести хорошую ревизию. Часть того, что не используется, убрать. Оставить все то, что хорошее. И на основе этого, учитывая опыт прошлого, прошлых лет, как бы так сказать, прошлых эпох, и стремиться сделать ту школу, которая нужна нам сегодня. Нам, не там, которая на Западе, а нам, россиян. Спасибо. Завершается программа «Особое мнение». Анатолий Чурин, всего доброго. Еще раз с началом учебного года. Спасибо. Я от всей души поздравляю всех учителей, которые пришли и придут сегодня в школу. До свидания.